Девушки отдыхают Почему многие школьники мечтают стать блогерами? Кто такая шиншилла и как за ней ухаживать? Как красиво упаковать подарок? У многих ребят есть любимые домашние питомцы. В основном это кошки и собаки. Но встречаются и редкие экземпляры, например, шиншилла. Что это за зверь и как за ним ухаживать? Олеся, хозяйка шиншиллы, сняла про свою любимицу видео. Давайте посмотрим. Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу про своего любимчика по имени Изюмка. Ему уже целых 4 года. Ребята, вы можете даже не спрашивать, почему его назвали Изюмкой. Это очень длинная история. Ребята, шиншиллы замесены в красную книгу, потому что у них очень ценный мех. И их убивают для того, чтобы шить шубы. На одну шубу нужно 20 шиншилл. Мне кажется, надо вас познакомить с моей шиншиллкой Изюмкой. Шиншиллы не любят воду. Купаются вместо этого в песке. Вот как мой Изюмка купается в своей ванночке. И его шестка любит песок. Для него я покупаю специальный корм. Сейчас мы ему насыпем. Только достаточно. Ребята, а вот как и наша шиншилла пьет водичку. Вот так наша шиншилла кушает корм. Ему очень нравится. Разве он не милашка? Ребята, не покупайте шиншилловые шубы. Тогда их, наверное, не будут больше продавать. И шиншилл не будут убивать. Сегодня быть блогером – это модно, интересно и даже прибыльно. Многие школьники мечтают стать звездой Ютуба и заработать миллион. Только вот не знают, с чего начать. Поэтому мы приготовили для них несколько советов. Всем привет! Почти каждый второй школьник мечтает стать блогером. А что? Делаешь, что любишь. Наносишь макияж. Занимаешься спортом. Играешь в компьютерные игры. И получаешь ежемесячный доход. Как голова крупной корпорации. Я считаю, что блогерам быть прикольно. Так как можно открыть много новых способностей, много увлечений, хобби. Зарабатываешь деньги, но при этом ты сидишь дома. Прикольно, когда тебя смотрят, много лайков. Я считаю, что быть блогером прикольно, потому что можно ничего не делать и зарабатывать деньги. Если честно, я так не считаю. Каждый день можешь читать приятные комментарии. Люди хотят стать просто популярными, чтобы они шли на улицы. И получается, все люди подходили к ним и фотографировались. Там интересно. Они готовят разную еду, путешествуют. Ютуб – это пока свободная площадка. Вы можете смело заводить канал. Да, что ни говори, знаменитым блогерам хотят стать многие. Но что для этого нужно? Бери ручку, блокнот и записывай. Стать видеоблогером несложно. Для начала тебе нужно зарегистрировать свой канал на Ютубе и придумать для него название. Затем сделай оформление своего канала. Если не умеешь работать в графическом редакторе, попроси друзей помочь тебе. Очень важно определиться с тематикой своего канала. Опытные блогеры советуют выбрать одну узкую нишу. Например, делать только обзоры или скетчи. Наш совет. Выбирай знакомые и любимые темы. Любишь играть в компьютерные игры? Снимай их прохождение. Любишь готовить? Начни вести кулинарный блог. Существует заблуждение, что для съемок обязательно нужно приобрести дорогую аппаратуру. Ребята, открою секрет. На первых порах достаточно всего лишь вашего телефона. Главное, снимайте горизонтально. Придумай сценарий для своего первого видео. Сними и смело выкладывай на Ютуб. Не знаешь, как снять и смонтировать видео? Приходи в нашу студию, Воробей. Мы тебя научим. Оказывается, стать блогером не так уж сложно. Только помни, что на самом деле это ежедневный и непрерывный труд. Если ты чувствуешь, что тебе это интересно, дерзай. Кто знает, может именно ты станешь одним из самых популярных блогеров в мире. Всем привет! Вы на канале Алинка Лав. И сегодня мы будем пользоваться маминой косметикой. Для начала я возьму палетку мамину. Тени я возьму. Они не открываются. У моей мамы какие-то плохие тени. Они их плохо видно. Никогда не покупайте вот такие вот тени. Они плохие. Собственно, с тенями мы закончили. Теперь я возьму тушь. Что ты делаешь? Ничего. Дальше мы возьмем вот эту штуку. Девочки, запомните. Ваша жизнь должна быть такая же яркая, как эта помада. Есть такой вот карандаш. И делают вот такие вот полосочки. Вот. Я все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, все мы любим получать и дарить подарки. А если подарок красиво упакован, то дарить и получать его особенно приятно. Сегодня вы узнаете, как с помощью подручных средств красиво упаковать шоколадку к Новому году. Делимся с вами классной идеей. Всем привет. Меня зовут Макар, а это Алина. Приближается Новый год, а это значит, что пришло время дарить подарки. Самый популярный подарок – это шоколадка. И сегодня мы покажем, как ее оригинально оформить. Для этого нам понадобится сама шоколадка, любая, оберточная бумага, маленький кусочек бумаги белой и ножницы. А еще коричневый фетр, черный маркер, клей-карандаш и красная лента. Для начала нам надо завернуть шоколадку в оберточную бумагу. У нас получилась такая заготовка. А теперь из фетра сделаем оленей рога. А теперь мы их вырежем. На белом листке мы нарисуем глаза и тоже вырежем. И еще из кусочков фетра вырежем маленький носик. А теперь мы это все наклеим на нашу шоколадку. Такой забавной оленей у нас получился. Не хватает только улыбки. Украсим шоколадку ленточкой. Такая веселая шоколадка обязательно порадует ваших друзей и близких. Это была программа НТБ на дети и видеостудия Воробей. Смотрите нас каждый четверг после новостей. Ищите нас в соцсетях по хэштегу видеостудия Воробей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok